В Канаде с этим очень-очень слабо, это ужас, 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 покупают, сдают, покупают, сдают, покупают, отдают, продают, покупают, это страшно, то есть хотите тусить, оставайтесь где-нибудь вне Канады Идеальная ли жизнь в Канаде? На самом деле нет, есть очень много недостатков, о которых не говорят, и сегодня я вам расскажу о этих недостатках относительно Европы Вы на канале Около Канады, с вами Ирина Пашинская, оставляйте свой комментарий, свой лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить, погнали! Ну что ж, и первый недостаток, который я хотела бы осветить, это отсутствие бюджетных авиакомпаний, живя в Польше, я привыкла летать в Визеером за 20 евро, 40 евро куда-нибудь в Грецию, в Амстердам и в другие части Европы Это было охренеть как круто, а здесь такого нет, то есть если вы посмотрите в интернете, вот какие есть билеты, например, Ванкувер, Торонто, то вы увидите, что 600 долларов канадских и без опций Ну там, конечно, вы можете взять первый класс и лететь за 1600 или за 2600, но я говорю о опциях таких вот дешёвых авиабилетов, которые ты можешь себе купить там за, ну хотя бы за 100 долларов уже бы было приятно Но на самом деле такого тут я не наблюдала, может, вы что-то такое нашли, буду рада узнать и воспользоваться, но я очень скучаю по дешёвым путешествиям, где ты берёшь за 20 евро себе билет в Грецию и тусуешь на Корфу где-нибудь, это греческий остров, очень долго и счастливо Следующий пункт касается тоже перемещения, но это перемещение уже более локальное, точнее по стране, и вот здесь вот касается этот пункт коммуникации, а точнее междугороднего транспорта, которого здесь нет, просто нет То есть я заметила, что приезжающие наши украинцы выстраивают междугородний транспорт, например, курсирует определённая там фирма с Калгари в Банф и достаточно популярной является, потому что не все украинцы, приезжая сюда, имеют автомобиль Но в целом это настолько непопулярно здесь, этот общественный транспорт и междугородний транспорт, так как здесь люди передвигаются на своих машинах, и чаще всего эти машины они имеют, да, и имеют в семье по 2-3 машины и вообще без проблем себе ездят в разные города, если им это не нужно Но такого как бы поезда, знаете, сел себе где-нибудь в Киеве, а вышел в, не знаю, там, во Львове, то нет такого, правда? То есть, или, например, вот как в Варшаве я жила и села, и в Лодзи уже вот 2-3 часа Нет, такого нет, то есть ты никуда не сядешь, максимум, куда ты можешь сесть, это на Ситрейн, и то он тебя отвезёт на другой конец города Ну, то есть, таких вариантов просто нет, и это меня очень удивило, как и то, что на самом деле здесь общественный транспорт в целом не сильно популярен, а даже является чем-то более опасным То есть люди обычно, ну, как бы не сильно желают ездить на коммуникации в общественном транспорте, они хотят больше независимо ездить на своих машинах И здесь есть сделано всё для того, чтобы люди могли передвигаться на своём собственном транспорте, и это было комфортно, удобно Широкие дороги, достаточно лояльные, хорошие правила, которые люди совершенно полностью, конечно же, соблюдают Но есть минус этого самостоятельного передвижения именно тут, в Альберте, а именно, вот, знаете, в наших районах и вообще в Канаде, в целом в холодных местах То это то, что очень скользко, и из-за этого, даже если ты суперхороший водитель, то есть, ну, случаются аварии, достаточно жёсткие Потому что во время езды на скользкой дороге, на самом деле, иногда очень сложно контролировать свою же машину И это очень печально Я понимаю, что они посыпают дороги, скорее всего, и это происходит периодически Но иногда ты выезжаешь на такие части города, что ты видишь, что там просто, ну, не знаю, лёд То есть, как зеркало, знаете, и страшно, машина просто тебя не слушает То есть, если у тебя ещё четырёхприводная, да, полноприводная машина, ещё более-менее как, но если как бы не полноприводная, но намного сложнее Поэтому очень опасно иногда ездить зимой, и иногда бы просто хотелось сесть себе на поезд, знаете, или на автобус какой-то и куда-то поехать Вот просто сесть, расслабиться и поехать Нет, таких здесь опций нет, можете ехать на... лететь на самолёте Следующий минус, который бросается в глаза, сразу даже, как ты прилетаешь, это архитектура И архитектура здесь отсутствует, я даже... ну, нельзя сказать, что архитектура отсутствует полностью, потому что это не совсем правда и неправильно Но для меня архитектура — это что-то европейское, это что-то красивое, это что-то такое, что вот есть в Европе Я родилась в Симферополе, и, честно говоря, нашу архитектуру, архитектуру я тоже сильно назвать не могла И была в городах Украины во многих, и там тоже архитектура, кроме Львова... нет, в некоторых городах ещё есть красивая архитектура Но в целом она у нас постсоветская, к сожалению, я надеюсь, что это вскоре изменится, потому что это ужас, 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 ужас Но в целом ничего такого прям охренительно красивого я не видела, кроме Львова Львов невероятный, вот Львов — это атмосфера, это настроение, это просто класс Вот то место, куда хочется, правда, возвращаться Но здесь вот тоже нет такой архитектуры Классно в Донтауне, потому что там высотки, потому что там красиво, American style, и вся вот эта вот движ, знаете, такой Но в целом как бы самой архитектуры нет Есть какие-то мгновения архитектуры, места архитектуры, где есть симпатичные какие-то здания или, может быть, арки Кто фотограф, тот знает, я являюсь фотографом, поэтому какие-то такие места я уже прошарила для себя И уже знаю, какие места есть красивые, какие нет, но их не так много, правда Потому что вот в Польше, в Варшаве, например, можно было найти огромное количество, ну, прям очень атмосферных мест Конечно же, это Европа А особенно старая Европа, то это вообще, боже, красота, как вспомните путешествия Ладно, сегодня о Канаде, то есть, ну, архитектура здесь слабовата Ну, понятно, что мы не можем говорить о какой-то старинной архитектуре, потому что Канада вообще не старинная страна, как и Америка Здесь ничего старинного нет, и откуда оно могло взяться? Может, через 500, 600, 700, 800 лет здесь будет что-то старинное, да, будет казаться уже старинным Интересно, как это всё будет, интересно, как будут развиваться дальнейшие события В целом, да, вот так, классно, но непонятно Следующий пункт касается больше молодёжи, людей, которые вот вечно крутятся в клубах и так далее Я не раз слышала мнение о том, что в Канаде с этим очень-очень слабо Сама я молодая мать, поэтому я в никакие клубы не хожу, нигде не тушу, а просто себе работаю, сижу дома Вот, это моя жизнь, да, но в целом люди, которые приезжают сюда и хотят ночной жизни Они говорят, что здесь ничего классного на самом деле нет И чаще всего люди наши, они идут на вечеринки, которые устраивали или устраивают же наши люди Потому что местные вечеринки не отличаются каким-то супер шармом, да, и нет особого желания туда ходить То есть они совершенно другие, они не такие, как у нас, там нет таких танцев, нет такой радости, да, нет таких движев, таких знакомств, всё такое То есть немножко по-другому Правда, я не эксперт в ночной жизни, но я должна была это упомянуть, потому что я не раз слышала от людей, что здесь совсем с этим тухло То есть хотите тусить, оставайтесь где-нибудь вне Канады Ну и последний пункт, очень важный, не знаю, почему я поставила его последним, надо было вообще первый поставить Это консюмеризм, то есть жёсткое потребительство, и здесь оно повсюду Вы знаете, вот я проезжаю или прохожу мимо каких-нибудь магазинов, типа Trift Store, Goodwill, это типа магазины, которые называются Second Hand, но по факту это не Second Hand, это что-то такое, типа, что там могут быть и вещи совершенно новые, а могут быть использованные То есть ты никогда не знаешь, что именно там будет Такой сюрприз, да, сюрприз И там есть здание одно, это сам магазин, а другое это Donation Center И вот именно этот Donation Center приезжает огромное количество людей каждый день, которые выставляют свои вещи, кладут в огромную валиску такую корзину и везут её сдавать совершенно бесплатно И люди вот так вот, знаете, по кругу покупают, сдают, покупают, сдают, покупают, отдают, продают, покупают То есть самое главное развлечение, которое есть, насколько я поняла, в Канаде, это потребительство, покупки и продажи, можно так сказать Чаще всего это покупки, а потом всё, что не нужно, отдам, например, в этот же Donation Center И это для меня стало большим удивлением, потому что я из семьи, в которой диван хранился из поколения с поколения, ему было 80 лет, на момент, когда мне было там 10 Может, я утрирую, я не знаю, сколько ему там было, но он был очень старый, то есть, ну, больше 40 точно И на самом деле стулья хранились огромное количество лет, их скручивали, закручивали, их там ремонтировали Хранились всякие вещи, хранились игрушки годами То есть наше поколение, наши люди, люди с СНГ, они настолько, то есть у нас, наверное, не было таких возможностей, чтобы всё это менять Не было тогда ещё, да, этого Китая, да, не было вот таких вот потребительских мыслей Да и сейчас, живя в Польше, я, честно говоря, так много, я покупала, да, покупала, но у меня не было такого, что я куда-то что-то там отдам А здесь у меня сейчас просто набирается пакет, я отдаю, я уже тоже к этому привыкла, я уже тоже в это влилась То есть от этого невозможно избежать, если вы здесь живёте, вот это оно То есть, ну, как бы вы живёте, да, как все, я не знаю, как это впитывается, это заразно или что То есть, наверное, из-за того, что здесь доступность Здесь очень много всего доступно, ты можешь много чего себе позволить, и поэтому ты начинаешь уже перебирать Так как наши родители, наши семьи, в частности, да, моя, я не говорю совершенно о всех, потому что я не знаю, как было у вас Напишите в комментариях, было ли у вас так же Например, моя семья сохраняла, сохраняла, сохраняла Что уже говорить о этих сервизах, которые стоят до сих пор в шкафах, которым 300 лет, которые просто вот эти хрустали или там какие-то кружечки протирают каждый год перед Новым годом Здесь эти хрустали, в этих магазинах, даже вот этих секонд-хендах просто куча, никто их особо там и не берёт Ну, то есть, это исходит из того, что не было, да, то есть, ничего не было, был дефицит, это исходит из дефицита И здесь этого дефицита вообще нет, здесь доступно тебе всё, всегда и когда хочешь, и вообще, бери, что хочешь за небольшую цену и себе развлекайся И с одной стороны это классно, а с другой стороны ты смотришь на это и думаешь, блин, нет, это страшно, потому что, когда вот я приезжала сдавать вещи на мусорку Здесь летом люди вывозят на мусорке вещи, которые им не нужны, и там стоят совершенно прекрасные новые вещи И вот, знаете, приходят туда люди, чтобы что-то взять себе, и что вот в конце дня они не забрали, это всё уничтожается гигантской мясорубкой И это на самом деле страшно, потому что там очень много хороших, качественных вещей, просто которые, ну, людям не нужны Диваны, столы, может там что-то немножечко сломанное, или с какой-нибудь крошечной трещинкой, куча книг Это всё перемалывается в один момент и уничтожается И потом мы спрашиваем, почему у нас проблемы с экологией и так далее Это очень меня смущает, потому что я не привыкла к такому, и для меня это немножко страшно Потому что, ну, нет такого чувства у людей, как ценности вещей Я не знаю, правильно это или нет, но мне кажется, что всё же потребительство должно быть немножко меньше Потому что это уже, ну, что-то слишком, на самом деле слишком Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в этом видео я рассказала, в принципе, вам всё, что хотела Надеюсь, вам было интересно, оставляйте свои комментарии, что вы думаете обо всех этих пунктах Возможно, у вас есть какие-то свои дополнительные мнения об этом Я буду очень счастлива прочитать ваши комментарии Оставляйте ваши комментарии, делитесь этим видео с другими людьми Чтобы как можно больше людей могло узнать о том, какие есть всё-таки минусы в Канаде И что не всё так сладко-то гладко Вот, спасибо вам большое, до скорых встреч, пока